друзья приветствую вас дневной обзор давайте рассмотрим текущую ситуацию какие ключевые события происходят что сегодня еще ожидать и какие прогнозируется движение по ключевым активам доллар рубль евро нефти золото серебро так давайте с экономического календаря начнем по россии вышел индекс производственной активности пимай 46 и 3 процента это хуже чем за октябрь это говорит о том что производственная активность проседает причем снижение даст достаточно ощутимо она больше полпроцента далее по германии вышел пимай чуть чуть хуже чем предполагалось и чуть чуть хуже чем было в прошлом месяце но на самом деле здесь ничего такого катастрофического страшного нет говорит о том что связи с текущей ситуации корона кризисом корона вирусом производственный сектор германии начинает немножко стагнировать при этом изменение количества безработных достаточно позитивные то есть на 40 тысяч стало меньше причем предполагалось что будет рост и это достаточно позитивная динамика и в общем-то вклад в копилку еврозоны и германии пимай европейский вышел положительный в производственном секторе это тоже достаточно хорошо и для евро и вообще в целом для мировой экономики так на вот индекс потребительских цен минус 0,3 процента это говорит о том что в европе нету инфляции там идет дефляция для развитых стран дефляция это общем-то достаточно негативный момент потому что она приводит тому что тормозится экономический рост ну а торможение экономического роста она рано или поздно приводит к кризису и обвалу или к потерянному десятилетию как это было в японии в 90-е годы так ну вот из оперативных новостей разрешили укладку северного потока до конца декабря на более поздние периоды находится в стадии рассмотрения так мы что касается прогноза мирового ввп вполне резонно что сейчас спрогнозировали его снижение поскольку вторая волна наступила изначально были достаточно позитивные ожидания по факту того как закончилась первая волна если по факту первой волны предполагалось что будет в 2021 году уже рост и позитивная динамика превышающая 2020 год то сейчас уже прогнозируют что мировая экономика за 2021 год она придет тому состоянию которое было в начале 2020 года то есть рост будет соответствовать снижению но здесь видите ли дьявол кроется в мелочах если вы возьмете 100 и отниму отнимите 4,2 процентов и потом умножите на одну целую ноль четыре два вы не получите те сто процентов которые у вас были изначально вы получите чуть-чуть меньшую величину я думаю даже вот это заявление вот этот новый расчет пересмотрены он достаточно оптимистичный потому что этот расчет он закладывает себя внедрение вакцин на самом деле мы точно не знаем одно дело заявление регистрации вакцины другое дело насколько эффективно они будут работать и как они позитивно повлияют на экономику поэтому даже вот этот прогноз что будет но практически в ноль восстановление экономики мировой за 2021 год с моей точки зрения он слишком позитивен так друзья индекс доллара дневной таймфрейм но смотрите у нас вся игра идет вокруг сильного уровня 91 85 если ориентироваться на вчерашний день то по сути у нас здесь разворотной информации и весьма вероятно что пойдет движение цель которого будет 92 36 но это движение пока не инициируется далее 4 часовой таймфрейм но здесь мы с вами видим что в общем-то и особо ослабление и дальнейшего снижения индекса доллара тоже не происходит все возникающие ослабления выкупаются и он так или иначе пытается расти соответственно такое движение это негатив для мировых валют и негатив для мировых финансовых фондовых рынков если это движение получит свое развитие сюда и далее вверх так далее евро доллар он немножко замер не хочет он никак расти но здесь как бы вполне понятно текущей ситуации по индексу доллара по движению мирового капитала сейчас он находится в состоянии неопределенности но если переходить на часовой таймфрейм здесь сейчас произошли позитивные изменения которые в том случае если сегодня мы не получим дальнейшее движение вниз и пробой 1 целое 1949 отсюда произойдет движение цель которого будет потестить вот этот вот локальный максимум 1 целый 2003 если все-таки у нас развивается движение вниз и мы пробиваем 1 целый 1949 то сегодня либо завтра с утра у нас будет откат и целью будет одна целый 1929 страшная роковая цифра который может привести к дальнейшему снижению так друзья далее нефть дневной таймфрейм бренд да есть определенные нюансы связанные с переносом окончательной договоренности по сокращению в рамках в рамках опек плюс вот поступает информация меня попустите спросили что скорее всего это происходит из-за того что россия поспорила саудовской аравии я думаю дело здесь не в россии и даже не столько в россии а в том что действительно ждут извести по поводу вакцин что на этой неделе какие новости выйдут потому как как ни крути но сокращение добычи сейчас привязана именно к новостному фону связанным с акцинированием из регистрации вакцин это мое мнение субъективное я не настаиваю возможно я ошибаюсь в этом вопросе тем не менее дневной график по нефти достаточно позитивный он указывает что отсюда на текущий момент наиболее вероятное движение это в сторону 50 плюс вот конечно все может в течение завтрашнего после завтрашнего дня поменяться но пока текущий момент то что мы не пробили устойчиво не пробили 47 с половиной и не пробили 47 это говорит о том что наиболее вероятно остался потенциал для дальнейшего задерга роста и закрепления выше 50 кто что касается движение по нефти внутри дня то у нас сейчас на текущий момент вот эта черная свеча она конечно на часовом таймфрейме немножко картину испортила но тем не менее если не будет сегодня дальнейшего движения и пробития 47 и 5 у нас отсюда развивается рост цель которого 48 и 8 если будет коротенький задерк на 47 547 6 ничего страшного здесь поторгуется потом насчет расти в том случае если движение вниз развивается и мы пробиваем 47 и 547 35 вот этот диапазон то в этой ситуации до либо нефть переходит в боковик на более низком уровне либо действительно идея с ростом не срабатывает и в какой-то момент будет пробой 47 и уход на 45 но мне такой сценарий на текущий момент видится менее вероятным нежели движение наверх или нахождение вот в этой консолидационной области так друзья дали золото золото меня сегодня очень очень порадовала дневной таймфрейм сходили все как я и предполагал в район 1800 1805 я даже честно скажу рассчитывал на 1790 1794 но она сегодня в ударе так четырехчасовой таймфрейм здесь у нас но я думаю все таки она сейчас будет стабилизироваться нижняя граница 1804 и соответственно верхняя граница 1812 в том случае если отсюда развивается пробой 1804 то мы теряем достигнутые высоты и у нас произойдет откат цель движения по которому будет 1786 вот сюда к этому значению вот сейчас главное удержаться и ключевой уровень это 1804 вот сохранение 1804 выше этого значения создаст хорошую базу для того чтобы в ближайшие дни отсюда произошел пробой 1800 11 1812 и мы получили движение цель которого будет вот этот диапазон 1824 и возможно движение далее вверх кстати юридические лица на форте ммвб как раз сегодня делали ставку на то что золото будет расти так ну вот часовик по золоту здесь в общем то намечается коррекционный откат но опять же у этого коррекционного отката есть поддержка это 1804 если она не будет пробита устойчиво то мы отсюда получаем дальнейшую волну роста вообще я думаю наиболее вероятный сценарий это сейчас нахождение вот в этом диапазоне какая-то проторговка и на текущий момент вот это все движение которое было с обвалом золото она напоминает высадку пассажиров когда действительно те умные деньги которые понемножку собирают золото они расправляются с мелочью которая решила торгануть золотом на рост но опять же с учетом тех движений которые были на снижение драг металлов хотел обратить ваше внимание что это достаточно рискованно удерживать позицию особенно с плечом на протяжении нескольких дней тем более недель так друзья дали серебро дневной таймфрейм здесь ситуация она еще более уверенная чем по золоту фактически по серебру весьма вероятно произошел разворот немножко двадцать один и шесть не добили двадцать один и восемь но я думаю здесь данной конструкции это ничего страшного сейчас наиболее вероятно здесь сформировался импульс и цель движения у этого импульса 1 это 25 и случае закрепления на 25 отсюда возникает сразу движение у которого цель будет отработка 28 едва вот сюда вот вот это значение опять же обращаю ваше внимание если сейчас произойдет откат и пробитие 21 8 21 и 6 то скорее всего действительно здесь никакого перелома тренда нисходящего не было и мы продолжим идти вниз и цель этого похода будет 17 и 5 17 4 но на текущий момент я вижу достаточно вероятно что произошел разворот и движение как минимум до 25 скорее всего мы в ближайшее время будем наблюдать так далее четырех часовой таймфрейм по серебру здесь намечается коррекционный откат обращаю внимание что у этого коррекционного отката есть сильная поддержка которая проходит в районе двадцати трех вот если сейчас происходит откат и пробивается 23 тогда действительно наиболее вероятно мы сразу получим движение вниз на 22 и 7 и потом возврат вот сюда на 22 и 2 и тогда уже скорее всего будет тестирование пробой 21 и 8 пока на текущий момент вот этот тренд сформировался на рост и если не будет отката и пробой 23 наиболее вероятно мы получим дальнейшее движение наверх так друзья далее рубль-доллар и из тумора дневной таймфрейм дальнейший рост доллара сейчас развитие не получил сейчас на текущий момент у нас получается по рубль-доллар боковик консолидация нижняя граница 7575 и верхняя граница 76 половины так далее часовой таймфрейм что здесь примечательно но вот здесь уже начинается сбор топлива соответственно если ближайшее время у нас не будет инициировано пробить и 75 и 9 то тогда поход к этому хвостику отменится и здесь у нас уже по сути получается формирование разворотной формации и целью это отскок движение на 76 и 4 вот сюда вот к этому значению но если здесь происходит в ближайшие часы пробой 75 и 9 то следующее тестирование 75 75 чтобы расправиться вот с этой оставленной соплей ну и пробитие 75 75 сразу нас уходит на испытание диапазона 75 и 5 75 и 3 вот без существенного роста нефти на к 50 и выше я думаю такое движение будет маловероятным на текущий момент скорее здесь либо у нас боковик 75 75 76 и 5 в этом диапазоне либо сейчас в рамках опять же этого боковика будет коррекционный отскок на 76 на 4 так далее евро рубль евро рубль тумару котировка дневной таймфрейм здесь у нас сигнал на то что идет укрепление рубля к евро и соответственно ключевой уровень этого укрепления 96 90 и 75 вот пробой этого диапазона приведет к более существенному движению цель которого будет 90 вот однако я думаю без прорывного роста нефти это маловероятно скорее всего либо от текущего значения либо от уровня 90 целых 75 будет коррекционный отскок и движение сначала на 91 и 1 потом на 91 и 4 91 35 вот сюда вот так на и вот часовой таймфрейм здесь у нас сейчас решается ситуация сейчас 1544 по москве если в течение часа двух пробой 90 целых восемь десятых то тогда весьма вероятно у нас будет сегодня тестирование диапазона 96 90 75 если сейчас вот эта разворотная формация подтвердится то мы к вечеру уже отсюда отскочим и цель движения в этой ситуации будет сходить на 91 и 3 вот сюда на это значение так друзья далее фьючерс на индекс ртс декабрьский которые 17 декабря заканчивает свое обращение исходя вот из этой формации на дневном таймфрейме у нас идет попытка сломать вот эту коррекционную формацию превратить ее в консолидацию с дальнейшим движением цель которого по факту пробития 131 400 будет 150 так ну и вот по четырех часовику у нас сейчас развивается движение к верхней границе и в ближайшее время будет тестирование 130 тысяч 800 131 1000 и случае пробоя мы соответственно закрепляемся сначала выше и потом идем наверх вот но опять же обращаю внимание нефть полтинник если нефть полтинник туда если нефть не полтинник разворачивается на 48 или 47 то мы вот здесь сегодня скорее всего отскочим и пойдем двигаться ну хотя бы просадка в рамках вот этой проторговки на 125 то есть если сегодня прорыва по нефти не будет то мы отобьемся от этой верхней границы и у нас отсюда разовьется коррекционный откат цель которого первые 127 700 и потом тестирование нижней граничке это 124 850 но исходя из часового таймфрейма сейчас вот как-то уже топливо для движения на она подходит концу что может здесь простимулировать и вызвать рост это либо нефть пробивает 48 и движется к полтиннику или мы получаем новое новую информацию новые сведения чудодейственной вакцине которая вот-вот будет зарегистрированы всех излечить все друзья спасибо за внимание